Добрый вечер! Вы на Щелковском. Это программа «Диалог» в прямом эфире. И позвонить нам в студию можно по телефону 71440 и 71450 и задать свои вопросы сегодняшнему гостю. Это депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Добрый вечер. Благодарю вас за то, что пришли сегодня поговорить, пообщаться на те темы, которыми вы занимаетесь и в нашем городском округе, а также в Балашихе, где вы, собственно, как депутат представляете интересы Московской областной думы и, конечно, ваших избирателей, которые вас избирали, которые приходят к вам, с которыми вы общаетесь. Начать, наверное, хотелось бы, собственно, с ваших полномочий. Давайте немножко напомним зрителю, чем же, собственно, сегодня вы занимаетесь в этих округах, какие вопросы помогаете решать. В первую очередь, это законодательная деятельность. Я являюсь председателем Комитета по имущественным отношениям и землепользованию. Второе направление – это оказание помощи органам местного управления, то есть администрациям, в решении задач социально-экономического развития. А это выполнение программ в той или иной сфере на территории округа. Третье направление – это выполнение наказов избирателей, а именно решение тех проблем, которые не входят в государственные и муниципальные программы, но они очень острые и востребованные. Для этого нам выделяется так называемый депутатский фонд в размере 15 миллионов, которыми депутат может по своему усмотрению распоряжаться и решать те или иные проблемы в сфере образования, медицины, спорта, культуры, социальной политики. Ну и следующее направление – обратная связь. Это отзывы, будем так говорить, по тем законам, которые мы принимаем, а иными словами, какие существуют проблемы в той или иной сфере, на той или иной территории. Для этого посещение предприятий, организации, трудовых коллективов на территории округа, а также прием жителей. Ну и, конечно, направление, которое обязывает нас закон – это ежегодный отчет от своей деятельности и регулярная информация о своей работе избирателей в средствах массовой информации в СМИ и сети интернет. Ну, довольно серьезный такой список тем у нас с вами для обсуждения. Я думаю, начать, наверное, и хочется, и можно с тех самых программ, которые сегодня реализуются у нас в городском округе Щелково. Не секрет, что задачи, которые ставят и правительство, и руководство страны – это обеспечивает людям максимально комфортное проживание на территории, где они, в общем-то, родились. Потому что очень важно показывать жителям и проявлять это участие непосредственно. И вы, как депутат, видите и проблематику понимаете. И те программы, которыми сегодня занимается местная власть, как они продвигаются, где сегодня нужно сконцентрировать акценты, что сегодня видите по строительству, по социальной сфере, по дорогам. Ну, вначале я хотел бы сказать, что действительно запрос у жителей один – это комфортное, безопасное, удобное проживание. Иными словами, воспользоваться рядом возможностью работать, школой, чтобы ходили дети, детским садом, медицинским учреждениям, объектами культуры и спорта, благоустроенной городской средой, нормальной экологией. Места общего пользования – это парки, скверы, это благоустроенные, так называемые, места общего пользования для отдыха. Да, в целом инфраструктуры, хорошие дороги, тротуары, которые, кстати, должны поддерживаться всегда в хорошем состоянии. Вот какого элемента нет на той или иной территории – это задача органов власти. Главным инструментом, который позволяет нам решать эти задачи – это бюджет, который мы формируем и утверждаем на каждый год. Бюджет областной и бюджеты муниципальные. Второй принцип – это софинансирование. То есть мы с областного уровня в рамках государственных и муниципальных программ, они как раз идут у нас по сферам, которые я перечислил, решаем, какой приоритет в той или иной программе нам выполнять на текущий год. Достаточно сказать, в образовании у нас два приоритета. Первый – это обеспечение детей детскими садами. У нас он раньше остро стоял от трех до семи лет. Сегодня он немножко преобразовался в другую сторону, на конкретной территории, где люди хотят. Есть дефицит. Им предлагают другую часть города. Вторая – это ясельные группы от полутора до трех лет. Поэтому эта программа сегодня насыщается конкретными объектами. На 2020 год у нас запланировано начало строительства шести детских садов в Щелкове. Вторая программа – это ликвидация второй смены. Она тоже уже активно идет. И до конца 2021 года, то есть до 2022, расчета у нас должна эта программа быть выполнена. Сегодня мы в прошедшем году ввели пристройку в Медвежьих озерах. Сейчас активно строятся две школы. Микрони Солнечный и Жигалово на 1100 мест. И сегодня подготовительные работы идут по четырем школам. Это Чикаловский, Шмидта, Новый городок. Ну и в дальнейшем, если будет необходимость, да, еще микрорайон финский. Вот это второй приоритет и программа в сфере образования. Также по каждой сфере можно перечислять то, что необходимо закладывать в программах и решать те задачи и проблемы на территории городского округа. Это касается и дорожной сферы, она тоже очень остро у нас стоит. По крайней мере в этой программе, в программах, есть еще процент софинансирования. Ну, приведу пример, что, например, программа государственная по дорогам всего лишь муниципалитет из местного бюджета вносит 5%. 95% выделяем мы из областного бюджета. Такие же цифры приблизительно стоят и по другим программам. Поэтому, как областной депутат, я активно участвую в формировании программ и подпрограмм в рамках этих государственных программ для территории округа и по конкретным объектам. У нас есть, ну, как бы, не открытое, а негласное, но соперничество с коллегами из других округов. Пытаемся, как говорится, как можно больше для своего округа и денежных средств в бюджет заложить и в программы, и включить объекты конкретные в данные программы. Я понимаю, что все-таки те задачи, которые ставятся и перед вами, и перед местным самоуправлением, они должны не просто, скажем так, обсуждаться, они должны контролироваться. Я знаю, что и вы такой контроль осуществляете, в том числе в строительстве школ. Вы выезжаете непосредственно на эти объекты. Обязательно, вот я приведу просто цифровые примеры, 148, сейчас мои помощники посчитали, было выездов по контролю хода исполнения программ по территории округа. А это как раз и школы, и детские сады, и медицинские учреждения, и дороги, и подъезды, и дворовые территории, и водозаборные узлы. Ну то есть все программы, которые мы ведем, мы в обязательном порядке контролируем исполнение данных программ. Естественно, их сроки, качество, и еженедельно мы формируем информацию, то есть, как это говорят, служебную записку для председателя Думы Игоревича Брынцалова, для доклада, как идут дела. Ну и в целом, в городском округе Щелково, как идут дела со строительством школ? Все ли успевают? Я бы так сказал, что без проблем не бывает. Подводят инвесторы, то есть, те, кто не инвесторы, прошу прощения, а подрядчики. Есть какие-то другие обстоятельства, погодные и так далее. Но в целом, хочу сказать, что те объекты, те программы, которые запланированы в городском округе Щелково, они в основе своей выполняются. Вот есть у нас сюжетик небольшой, наверное, нужно его посмотреть, как раз по вашему выезду в школу на Загорянке. Я знаю, что это есть там момент, о котором мы сейчас упомянем. Но давайте сначала посмотрим, собственно, материал. Взялись и не справились. В Загорянской школе номер один в июле прошлого года начался капитальный ремонт. Общество с ограниченной ответственностью энергосервиса выиграло подряд, но не выполнило работы в назначенный срок. К декабрю 2019 года. Объект ремонтируется по нацпроекту образования. Средства Московской области и их использование контролируют депутаты МОСОБЛДУМЫ. Владимир Шапкин посещает школу второй раз и пытается разобраться в причинах срыва графика. Отделка-то не делается. Понятно, и же закладывать надо. Недобросовестность. Полнейшая. И причем, что меня возмутило, подрядчик уверял, что за месяц вот те, действительно, они не такие уж большие, там, доделки и сумма-то 8 миллионов, они все доделают. Этому контракт расторгнут. И сейчас, естественно, будут новые конкурсные процедуры, новый подрядчик. Энерго-сервис внесут в черный список недобросовестных исполнителей Московской области, подчеркнул Владимир Шапкин. Претензии к подрядчику будут предъявлены в судебном порядке. Примеры возвращения бюджетных средств за невыполненной работы и услуги есть. Так, в МОНИ на недобросовестная организация вернула государственные средства, которые она выиграла на проектирование и строительство бассейна. Будем делать из этого выводы, как можно быстро пройти конкурсные процедуры и с новым подрядчиком завершить. Но все же некоторые виды работ в Загорянской школе выполнены. Заменена кровля, выполнена отделка фасада. Нужно переложить инженерные коммуникации, выполнить переустройство узкой лестницы, как того предписывают пожарные. А пока дети ходят на учебу в школу поселка Краснознаменский, что в двух километрах отсюда. Новый срок открытия школы – 1 сентября этого года. Ну, такой не очень хороший пример. Ну, я бы так хотел сказать. Конечно, хорошо отчитываться, когда вот в Медвежьих озерах школа сделано, там два детских садика капитально отремонтированы. Ну, мы же не должны забывать и делать выводы из того, что у нас не получается по каким-то причинам. Я, прежде всего, хотел бы здесь и за своих коллег извиниться перед жителями, прежде всего, поселка Загорянский, что это не удалось сделать. Это первое. То есть, вот, прощение просить – это тоже не, так сказать, нормальное явление. Дальше делать выводы. У нас есть так пресловутый 44-й ФССР, и мы выбираем подрядчика. Это конкурсная процедура, он выходит на объект. Есть в этом законе достаточно много недостатков. Мы думаем, что наши коллеги, федеральные депутаты, поправки обязательно внесут. А сегодня, пользуясь этим, подрядчики, к сожалению, набирают достаточно много подрядов, но и не справляются с этим. Данный случай – это как раз из этого разряда. Набрали много, а исполнить сил и средств технических не хватило. Ну, то есть, соответственно, я понимаю, что люди, опять же, столкнулись с проблемой, и вы, как депутат, понимая эту проблему, вы все-таки, может быть, на законотворческом уровне. Естественно, мы с коллегами из исполнительных органов правительства Московской области, безусловно, делаем выводы. И я могу сказать, что за несколько последних лет действительно мы продвинулись вперед по исполнению тех и конкурсных процедур, и самого строительства, и сроков. Но есть еще вот такие моменты, я могу сказать, в округе за прошедший год в сфере образования было шесть объектов, которые по программе были, на которых осуществлялся капитальный ремонт. Это новая программа, она, кстати, второй год только существует, и пять исполнено, один нет. Но это не снимает с нас ответственности. Мы бы хотели, и жители, в первую очередь, хотят, чтобы это сто процентов было. Мы будем стремиться к стопроцентному результату исполнения наших и обязательств, и государственных программ, которые мы финансируем. Сейчас задумалась, знаете, о такой теме, что вот депутатов еще называют народные избранники, да, но действительно, вас подбирают народ, и вам народ верит. В общем-то, в какой-то мере вы такое очень важное связующее звено. Вы слышите, что люди просят, вы имеете возможность донести это, так скажем, до тех, кто может помочь. То есть вот ваша работа, она действительно очень важна. И в том числе, ну, я не могу этой темы не коснуться, у нас очень большая в стране проблема была, и остается это обманутые дольщики. И у нас действительно очень много моментов, по которым, наверное, тоже стыдно, да, что люди остаются без квартир. Где-то, конечно, хочется сказать, что, ну, как бы, вот вы покупая, да, вот этот квадратный метр, ну, как он может только стоить? Ну, с другой стороны, человек-то думает, что, ну, достроят, ну, сделают, а люди остаются в итоге без жилья. Мы говорим, сейчас люди, дети остались без школы временно, а тут люди остаются без жилья. Как с этим вопросом у нас обстоит дело? И вообще по области вы наблюдаете картину, что, как решается этот вопрос? Действительно, история-то неприятная и для органов власти, я думаю, что всех уровней, и для особенно тех, кто попал в такую ситуацию, для наших жителей. Мы знаем, что на федеральном уровне этот вопрос на сегодня решен в том плане для будущего. Ну, с 1 июля прошедшего года система вот долевого строительства, она поменялась. Теперь не напрямую получает деньги застройщик и использует их по своему усмотрению, а через банковские счета. И дочь получает квартиру уже тогда, когда она готова. Остались так называемые хвосты. Для Московской области они, конечно, большие. И сегодня есть несколько вариантов решения этого вопроса. Но я хотел бы подчеркнуть главное. Наш президент Владимир Владимирович Путин и губернатор Московской области Андреевич Воробьев четко заявили. Все вопросы в этом отношении и дольщики получат свои квартиры, вопросы будут решены. Вопрос в средствах и вопрос в сроках. Это действительно важный момент. Здесь мы что сделали в точке зрения законодательства? Мы внесли поправки в наш закон, который позволяет выделять земельные участки инвесторам, которые берутся за решение вопроса обманутых дольщиков без проведения торгов в аренду. И таким образом решить хотя бы часть вопросов. Первый такой объект сейчас в феврале сдается в котельниках. 250 семей получат ключи обманутых дольщиков в этих домах. К сожалению, пока инвестор не очень хочет идти в дальнее, в среднее, в дальнее Подмосковье. Почему? Потому что здесь квартиры и дешевле стоят. И они, конечно, считают деньги, будут ли они в накладе или будут иметь определенную прибыль. Но это законы рынка. Второе направление – это, конечно, бюджетные деньги. В прошлом году мы с бюджетом Московской области выделили порядка 10 миллиардов рублей для оказания помощи обманутых дольщиков. Я думаю, что и федеральные органы, и региональные в дальнейшем ливейную долю проблем с дольщиками будут решать именно этим путем. Есть путь, по которому идет Москва – это реновация. То есть использование бюджетных денег для решения вопроса как переселения из ветхого жилья, так и, естественно, обманутых дольщиков. Мы внесли поправки уже буквально накануне Нового года в этот закон и позволили не только многоквартирные дома таким образом решать, но и малый этаж, так называемый, танхаусы. То есть расширили вот эту возможность. Вот на сегодня дела обстоят именно таким образом. В прошлом году по Московской области около 19 тысяч обманутых дольщиков, которым были вручены ключи от квартир. В этом году планируется порядка 15 тысяч. Я думаю, что такими шагами, если мы будем идти по решению этой проблемы, мы обязательно решим. Вопрос по срокам и объему средств. Действительно колоссальные средства необходимы для того, чтобы то, что осталось за рамками данного решения президента с 1 июля, вот этот порядок запретить, я думаю, что этот вопрос в перспективе обязательно будет решен. Хотя мы тоже, как говорится, выражаем озабоченность и понимаем тех жителей, которые остались ни с чем, положив свои средства. Хоть и сами заключали договора, сами понимали, что дешево это не значит гарантия, но шли на это по разным причинам, по разным жизненным обстоятельствам. Но вот на сегодня эта задача действительно стоит остро. У нас есть хороший пример разрешения такой ситуации вот с микроайоном Потаповский, который у нас действительно тоже был в какой-то такой затруднительной ситуации. Но, однако же, пришел замечательный инвестор и помог достроить, сдать, фактически сдать квартиры людям, и они не остались без жилья. То есть вот такими положительными примерами будем мы надеяться и верить. Я знаю, что еще одна программа, с которой вы здесь занимаетесь, как депутат, это выполнение наказов избирателей, это непосредственно к вам. И вы приходите к людям в организации, люди приходят к вам. О чем просят? Что делаете? Как помогаете? Как это все вообще, структура, как она выглядит? Здесь, с одной стороны, очень просто. У нас есть, о чем я говорил, государственные и муниципальные программы, через которые многие вопросы и проблемы решаются. Но есть вопросы, жизненно важные, необходимые для той или иной сферы, для тех или иных коллективов, которые не входят в программу ту или иную, но очень остры на данный период. Для этого вот как раз и существует фонд, который нам выделяется на год в размере 15 миллионов. 7,5 я вкладываю именно в часть округа Щелково. А это образование, медицина, спорт, культура и оказание помощи жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За прошлый год, я могу цифры назвать, это порядка 4 с небольшим миллионом. Это образование как приоритет. 2 с небольшим миллионом это в сферу здравоохранения. 600 тысяч выделено для оказания помощи. И в этом году так получилось, не очень большая цифра по культуре и спорту, около 200 тысяч. Но в позапрошлом году было больше, но оно варьирует. Хочу сказать, что заявок поступает мне, моим помощникам на приемах, или когда я в коллективах, бываю в размере 80 миллионов. И поэтому выбрать на 15 миллионов здесь достаточно трудно, поэтому мы выбираем приоритеты. Но здравоохранение, могу сказать, что приоритет был, это все медицинские учреждения обеспечить транспортом для поездки участковых врачей и педиатров к больным для скорой помощи. В этом году прошедшем мы выделили 26-ю по счету машину нашему туб-диспансеру, который относится к области напрямую. Он называется Матищинский. Но территориально он находится у нас в Щелкове. Поэтому этот вопрос мы закрыли. Ну и, конечно, автобус для миллион триста нашей Алмазовской школе-интернату. Вот это приоритеты. Дальше, конечно, есть обеспечение современной техникой, позволяющей вести учебный процесс. Современным медицинским оборудованием, так сказать, как говорят, мелочевка такая, но она очень нужна. Например, аппараты для экспресс-анализа быстрого по определению сахара в крови, либо другие обследования. В школе, если там давно не велся капитальный ремонт, и мы не можем сразу обеспечить все школы, замена окон – это тоже одна из таких болевых точек, где приходится выделять денежные средства. Либо спортивную площадку на территории школы. И таких примеров много. Я хочу сказать, что за прошлый год 17 вот таких наказов и объектов на сумму 7,5 миллионов выделено в округи учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, ну и оказания помощи жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В общем, много людей обращаются лично за помощью? То есть нужно помочь? Ну, цифра за прошлый год – это 97 человек, которые обратились в приемные ко мне с документами, а это обязательное условие, что действительно человек нуждается. Это дорогостоящие операции. И хоть частичку затрат мы обеспечиваем. Если это невозможно, там и ждать квоту далеко и так далее по времени. Это обеспечение лекарствами тех, кто нуждается в наших инвалидах. Это оказание помощи, такое слово, не очень-то хорошее погорельца, но те, которые вот попали в так вот, да, лишились жилья и своего имущества. Вот это основные вопросы, которые требуют финансовой помощи. Финансовая помощь предоставляется через нашу соцзащиту и перечисляется непосредственно на карточку того, кто обратился. И он уже использует решение той проблемы, с которой он обратился. Я понимаю, наверное, что хочется иногда всем помочь, но опять же, да, мы понимаем, что есть определенный лимит и денег, и времени, наверное. Вот за сколько человек должен обратиться к вам, чтобы вы помогли, допустим? Как это? Это решается оперативно. Очень быстро. Да. Поступают денежные средства в прошлом году очень быстро, уже в начале февраля деньги были выделены, и соцзащита могла ими оперировать. Сегодня пока еще нет, но вот мы ждем поступления денежных средств. Я, кстати говоря, вот используя такую вашу эмоциональную реплику, хочется многим помочь. выделил полтора миллиона на решение этих проблем, потому что накопилось много заявок, действительно такие, которые требуют оказания помощи. Поэтому, когда деньги уже на счету исполнителя, а это министерство соцзащиты, наше территориальное управление соцзащитой, то человек приходит, заявление, соответствующие документы подтверждающие, и буквально с этими документами соцзащиту, и в течение нескольких дней перечисляется эта сумма на карточку. Ну, после небольшого прерыва вернемся в студию, поговорим о законопроектах, о законотворчестве, и узнаем, как происходит обратная связь с депутатом Московской областной думы Владимиром Шапкиным. Не уходите далеко. Возвращаемся в студию и продолжаем диалог с депутатом Московской областной думы Владимиром Шапкиным. Обратная связь. Мы говорим о том, что люди приходят к вам, люди обращаются к вам с просьбами, вы помогаете решать по мере возможности, по приоритетам и так далее. А обратную связь получаете? Благодарят ли? Говорят ли спасибо? Получилось? Не получилось? Бывает и такое. Люди говорят спасибо, но не это главное. Главное, бывает внутреннее ощущение решения задачи. То есть, да, решил, на душе. Хорошо. Хорошо, да. Обратная связь не только на приемах, но и при посещении коллективов, предприятий, организаций, в которых профессиональное сообщество говорит о том, что вот в этом законе и называют, хотелось бы подправить вот так, чтобы мы вошли в программу и так далее. Это тоже мы все учитываем и со своими коллегами, председателями профильных комитетов друг другу эту информацию доносим, а потом уже ее обрабатываем. Почему? Потому что, знаете, может пожаловаться один, ну там инициативная группа, на какую-то проблему. Но мы должны выяснить, а проблема касается большинства или конкретного человека, или отдельной группы, или отдельной территории. Вот это важно. Поэтому проработка любой проблемы, которую мы получили на обратной связи, она имеет такой длительный период, ну в среднем в течение полугода, когда мы проводим круглые столы, парламентские слушания, выездные заседания, привлекаем органы исполнительной власти, общественные организации, профессионалов, на которых уже выявляются, да, наши правовые управления, юридические службы. И после тщательной проработки тогда уже выносим на решение профильного комитета, а затем уже, получая одобрение от всех битвей органов власти, выносим на утверждение областной думы. Иногда так получается, что ну вот вынесли, раз и проголосовали. А, да? Да. И многие так говорят, ну что-то вы как-то вот быстро. Нет. Вот та кухня, которая предшествует... То есть внутренняя подготовка, она достаточно серьезно. В зависимости от того или иного закона, или внесения изменений в законодательный акт, она обязательно проходит целую череду таких регламентных обязательных работ. В противном случае, ну, бросаться на каждую проблему и жалобу не стоит, потому что она может быть обманчива. Мы потом это примем, а к нам придут... Да, придут другие, скажут, а нам так не нравится. Вы зачем это приняли, поскольку это там, оно не такая уж большая, не охватывает большинство. Поэтому закон принятия их имеет одно правило. Приоритетность, раз. А второе, это выражение интересов большинства. Если закон, например, 70% удовлетворяет, а 30% нет, это хороший закон. Потому что интересы могут быть разные и диаметрально противоположные. Если удовлетворяет 30%, а 70% нет, это очень плохой закон. Вот где-то правда и середина, мы как раз ее и выясняем в ходе подготовки к принятию тех или иных законов. Ну, скажем так, наверное, можно так подумать, ну что вы, депутаты, собрались, пообщались, обсудили, решили. А ведь на самом деле за вами вы принимаете, в общем-то, важные решения, с которыми дальше нам жить жителям. Нам с ними... вам с ними работать, нам с ними жить. И вернувшись к тем моментам, которые обсуждали вначале, вот тем программам, да, которые сегодня у нас, скажем так, вот мы сейчас живем по программам, можно сказать, в этих программах, да, потому что, ну, это направление определенное, это сектора, на которые... Да, это очень удобно и объективно. Почему? Раньше на усмотрение органов местного управления деньги, которые мы с федерального, с областного уровня получали, они расходовали на свое усмотрение. И проконтролировать результат и прохождение очень сложно. Сегодня есть программа, есть сумма выделенных денег. У нас контрольные органы, контрольно-счетная палата, довольно сегодняшним, да и местные контрольные органы довольны тем, что упростилась их задача. Вот деньги, так называемые, окрашены, они только в этой программе могут быть использованы. Если необходимость перебросить деньги с одной программы в другую, то это вновь по большому кругу принятие соответствующих изменений в бюджете. Вот это, я считаю, что главное достижение, которое с 2012 года по сегодняшний, мы медленно, но уверенно к этому шли. Я так понимаю, что эти программы, они будут реализованы не просто вот она сделана, ее закрыли, она будет постоянно... Вы знаете, вот как раз это очень важный момент. У нас в сфере городской среды благоустройства порядка 15 программ в области. Можно их перечислять, мы до этого их и перечисляли. Это благоустройство дворовых территорий, подъезды, освещение... Ну то, что называется комфортное жилье. Да, комфортное жилье. Их порядка 15. Так вот, сегодня принципиальная позиция и нашего губернатора Андреевича Воробьева, что эти программы будут финансироваться до тех пор, пока в полном объеме не будут решены. К примеру, мы сегодня по области, в том числе и по городскому кругу Щелково, где-то 50% дворовых территорий благоустроили. Еще есть работа еще на 4 года, как минимум. Половина подъезда отремонтировали. Еще есть необходимость столько же времени и средств на это выделяться. И так остальные все программы. Такие же школы, детские сады мы приводили пример. Это тоже до полного выполнения. Могу привести пример программы федеральной, это материнство и детство. Вот мы ее на сегодня решили в области и закрыли. Перинатальные центры, родильные дома и все, что связано с этим, на сегодня полностью закрыто. И мы сегодня не получаем в этом отношении никаких жалоб людей. Все реализовывается в полном объеме. Чего нельзя сказать про другие программы в области той же медицины. И капитальный ремонт существующих медицинских учреждений идет. Мы где-то на пути уже второй половины, ближе к завершению. И все эти медицинские учреждения будут капитально отремонтированы. Дальше программа оснащения их медицинским оборудованием. Она тоже идет. Вот в этом году мы получили в наши медицинские учреждения порядка 28 медицинских аппаратов, так называемые тяжелые медицины. Это рентгеновские аппараты, маммографы, УЗИ и так далее. Ну, не буду дальше перечислять. Вы уже об этом говорили. Принцип такой. Программа это прозрачно, это ясно и понятно. Это конечный результат. И пока мы его не достигнем, эта программа будет действовать. А программы мы выбираем еще раз по приоритетности. Вот самые острые проблемы. Мы их берем, преобразовываем в программу, ее финансируем, дальше контролируем ее исполнение, вносим какие-то изменения, что не пошло или что там нужно внести какие-то изменения. Вот это постоянный контроль. И для этого нужно, извиняюсь за ней, парламентское выражение, ножками пройти, послушать, увидеть, послушать профессиональное сообщество. Это и есть обратная связь. Ну, у нас же округ-то, в общем-то, не маленький, да, и порой заезжая в какие-то небольшие поселения, да, куда-то вот в уголки совсем, там тоже есть очевидные проблемы, да, и они связаны опять же с тем, что нету доступности чего-то, да, нету, нужно куда-то поехать. А людям пенсионного возраста зачастую тяжело. К вам, наверное, тоже обращаются, да, с такими моментами? Да, естественно. Буквально вот в пятницу я вел прием в Медвежьих озерах, пришла инициативная группа с просьбой внести программу строительства ФАПов, стельско-акушерские пункты в районе Соколова, Большие Живцы, Никифорова. Когда-то там был медицинский пункт, он действовал. Понятно, что это предложение и просьбу я принял в производство, попросил наших коллег исполнительной власти посчитать, сколько там живет население, то есть каждая программа, она тоже предполагает какие-то... Статистические данные, да, от которых нужно отталкиваться. Пока мы решаем, например, вопросы там, где такое-то количество жителей, это первый. Дальше расстояние до ближайших медицинских и так далее. Вот это пример, когда нужно сформулировать запрос Министерству здравоохранения с тем, чтобы они ответили, да, есть параметры, по которым мы можем запланировать на перспективу строительства или открытия в имеющемся каком-то помещении данного медицинского пункта. Это как раз пример того, что мы должны реагировать на вот такие запросы. Да, упомянули вы про то, что и культуру курируете, да, учреждения культуры. Сегодня у нас большая программа по обустройству библиотек, она областная, интересная, да, вот такое, скажем так, переформатирование, да, библиотеки. Они замечательно сейчас оборудованы, интересные. 15 библиотек сегодня приобрели вот такой вид, очень интересный, да. А с домами культуры как у нас обстоят дела? Ведь не секрет, что для многих людей это такие очаги, куда они собираются, приходят, и дети ходят туда в секции, в кружки, и занимаются, и поколение старшее там проводит, да, вот активный долголетие, в том числе программа. Как сегодня обстоят дела с домами культуры у нас в округе? Также у нас сформировано в этой сфере несколько программ, назову их основные. Это, первое, ремонт существующих домов культуры или объектов культурного досуга. Ну, Чкаловский, дом офицеров. Вот сейчас, в данный момент он, по-моему, в стадии. Да, на территории не моего округа, но Монина, дом офицеров. Это вот пример, когда мы по этой программе выделяем денежные средства, да, для капитального ремонта. Я думаю, что и дальше будем эту программу реализовывать и увеличивать объем. В результате, например, там, закончим строительство школ, к примеру, да, средства высвобождаются, значит, будем переносить на какие-то другие. Вот в данном случае большой запрос на дома культуры. Вторая программа – это строительство новых. В области, буквально в прошлом году, пять объектов построено в сфере культуры, но, правда, на других территориях. У нас тоже в этом потребность есть. И ко мне приходят на прием Щелково-7. Люди говорят, что, ну, наш дом культуры уютненький, да, маленький, но он никоим образом сегодня уже не удовлетворяет. Там порядка, если мне память не изменяет, 800 ребятишек занимаются посменно. Да, вот это, я так считаю, на территории округа, ну, наверное, приоритет. И если будет эта программа дальше развиваться, она будет обязательно, то это первоочередная. Я думаю, что и на других территориях городского округа Щелково потребность в строительстве новых объектов культуры, конечно, есть. А по спорту как дела обстоят у нас? Что у нас? У нас и фоки есть? По спорту мы тоже на сегодня имеем потребность развития сети. Она реализовывается несколькими программами. Это стадионы, реконструкция, это строительство фоков, это спортивные территориальные площадки, корты и так далее. Ну, на сегодня средства для реализации этих проектов выделяются. И на сегодня приоритет для городского округа Щелково – это достроить рыбийный стадион Монина. Это бассейн, там тоже в планах он финансирования есть. На перспективу, конечно, мы выстраиваем ее. У нас есть потребность фока Щелково-7. У нас, предположительно, это люди за то, чтобы бассейн был, как основной вид использования. И в центре Щелково, рядом с Романтиком, тоже и земельный участок под это запланированный фок, специализированный для спортивной гимнастики. Это тоже вопрос очень такой острый, к нам постоянно инициативная группа обращается во все инстанции. В планы эти объекты внесены. Но, чтобы не путать план планом, а финансирования этих объектов пока нет. То, о чем я говорил. Если в этой программе мы для городского округа Щелково получим денежные средства, то вот это приоритеты. Это готовность, а, земельных участков, где это можем мы сделать. Б, это потребность. В том же вид спорта, как спортивная гимнастика и бассейн на территории Щелково-7. Тогда уже четко мы скажем, да, финансирование открыто, мы это начнем делать. Пока это план. Ну, неплохо было бы, если бы они, конечно, реализовались. Особенно понимая, что действительно хочется... Нам бы всем хотелось, чтобы... Да, да, и людям, и деткам сегодня в спортивные секции нужно ходить, да, и развиваться. Это действительно тоже одна из важных составляющих комфортного проживания. Поговорим, наверное, о законотворчестве, о законопроектах, которые сегодня и вы приняли, вы участвуете в их принятии, да, в рассмотрении, принятии. Вот о приоритетных давайте поговорим. Ну, наверное, вначале хотел бы назвать статистику за прошедший год. Это 25 законопроектов, которые комитет проработал вместе с правительством Московской области и принял. Это 29 законопроектов федеральных, которые к нам пришли для обсуждения, для принятия решения за мы или против, одобряем или нет. Это 11 законодательных инициатив с других регионов. Все это касается имущественно-земельных отношений и лесного законодательства. Проведено 46 мероприятий, то, о чем я говорил, обсуждения проблем в виде круглых столов, парламентских слушаний, выездных заседаний. Ну и рассмотрено порядка 200 жалоб и писем от жителей. Ну, это статистика. Приоритеты я бы не стал там во всех законопроектах сегодня говорить, потому что они имеют иногда специфику чисто юридическую. Казалось бы, напрямую не влияют, но опосредованно, да, принятие их позволяет решать те или иные проблемы. Я бы приводил по обманутым дольщикам, да. Есть там по налогам, аренда, ну и так далее. Я бы вот три момента отметил. Первый – это культурное наследие. Оно касается городского круга Щелкова. Мы приняли изменения в законодательство и инвестору сделали, ну, как бы так, преференции. Если он обязуется по контракту, инвестконтракту, внести денежные средства для восстановления этого памятника культурного наследия, то аренда квадратного метра чисто символическая – один рубль в год. Пример Гребнева. Как только мы эти условия приняли, то мы много тогда говорили и пытались каким-то образом вот эту жемчужину городского круга Щелкова, да и Московской области в целом восстановить. Сегодня нашелся инвестор, и мы видели вот на душевновских маневрах, там уже наведен был порядок на территории, и инвестор сегодня, Ковалев Алексей, приступил к мероприятиям по восстановлению. Кстати говоря, у нас создана рабочая группа в дальнейшем для внесения каких-то изменений в законодательство в том числе. И 17 февраля эта рабочая группа заседает у нас здесь, в Щелкове, для дальнейшего продвижения в этом направлении. Там еще много необходимости возникает в внесении изменений в законы, подзаконные акты, чтобы этот процесс быстрее двигался. Нам хочется, чтобы инвестор планирует до 27-го года восстанавливать, но хотелось бы, чтобы это было и раньше. Но там кое-какие моменты мешают. Второй законопроект – это по многодетным семьям, выделение земельных участков. Мы несли, хотя такую небольшую поправочку, но очень существенную. Слава Богу, у нас в городском округе Щелково этот процесс идет хорошо. То есть мы практически текущий момент обеспечиваем всем многодетным семьям, которые становятся на учет, земельным участками. На сегодня это 1600 обеспечено, в том числе Фрязино, Лосинопетровский, Звездный городок. Но в других районах, особенно в городских округах, которые являются городами, например, Балашиха, тоже вторая часть моего округа, там большая проблема, и мы здесь внесли какие коррективы. Если семья становится на очередь на получение, имея все для этого необходимые в законном плане обстоятельства, то пишет заявление. А вот дальше это уже процесс, по сути дела, нечетко прописан в законодательстве. Мы сделали дополнение. Семья пишет второе заявление на согласие по тому или иному земельному участку, который предоставляется. Если они не согласны, то они остаются в очереди на этом же месте, а этот участок передается следующей семье, которая согласилась. И до тех пор, пока семья не напишет заявление, что они согласны, из очереди они не выходят и ждут тех условий, которые их удовлетворяют. Вот эта прозрачность, мы внесли изменения в правила ведения этого реестра, то есть самой очереди для муниципалитета. Ну и третий момент это? Третий момент это аренда наших сетей коммунальных, инженерных. Который износ очень большой, если приходит инвестор и эти сети являются на сегодня областной собственности, то аренда их составляет 1 рубль, 1 погонный метр. Что это дает? Это дает то, что инвестор вкладывает свои деньги по инвестконтракту, где все прописано, как он должен это делать, свои денежные средства, а не в аренду, как это было до этого. И в этом случае мы добиваемся не повышения тарифов, которые, естественно, ложатся уже на жителей. Это тоже момент, который позитивно... То есть это уже можно сказать, что это уже совершилось? Да, это изменения в законопроекты внесены, закон начал действовать, и первый городской округ Можайск на сегодня пользуется в полном объеме этим законом. Надеюсь, что и дальше будем распространять территорию всей области. Я, подводя итоги программы, хочу сказать, что замечательно, что закон есть, и еще лучше, когда он действует. И я вас хочу поблагодарить за то, что вы остаетесь неравнодушным к просьбам жителей, за то, что вы стараетесь исполнить в меру своих возможностей. И за то, что, собственно говоря, вот эти законы грамотные, которые на стороне людей, они появляются именно благодаря неравнодушию депутатов, которые работают в округах, которые приближены к людям. Я вас благодарю. Я вот еще буквально моментик. Благодарю нашу администрацию, совет депутатов, своих коллег, неравнодушных жителей, которые приходят за помощь, которую они оказывают в моей работе как депутата. Готов выслушивать, готов разбирать каждую проблему, что называется, по деталям, для того, чтобы эту проблему в перспективе нам решить совместно. Я вас благодарю за интересный диалог. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!